Привет всем из Токио! По традиции на моем канале после наступления зимних праздников выходит видео о фаворитах косметики и это видео будет о фаворитах декоративной косметики за весь 2020 год Я вас поздравляю еще раз с наступившими праздниками, с Новым Годом, с Рождеством Желаю всего самого наилучшего в Новом Году, чтобы этот год был намного лучше предыдущего чтобы все проблемы остались в прошлом году Перед этим было видео о фаворитах уходовой косметики для лица Ну а сегодня я вам покажу немного декоративной косметики, которая мне нравилась больше всего в этом году В прошедшем году, я думаю, многие из нас меньше пользовались декоративной косметикой Я тоже красилась не так часто Сейчас, конечно, в честь праздников захотелось быть более яркой Накрасила даже вот такой вот темный оттенок помады Давно такими оттенками не пользовалась Хотя в этом году мы часто ходили в масках Но все же в маске тоже можно сделать красивый макияж глаз Поэтому покажу вам разные средства-фавориты Многие средства, я думаю, будут повторяться Это мои давние фавориты А есть также новые средства, которые я попробовала в ушедшем году И так, кто хочет посмотреть на версию фаворитов декоративной косметики за весь 2020 год Продолжайте смотреть видео дальше Румяна Это мой давний фаворит от японского люксового бренда Суку Сколько я не пробую другие румяна, но с этими сравниться они не могут Холодный, достаточно яркий оттенок номер 07 Румяна Суку имеют очень красивый натуральный блеск Который абсолютно не подчеркивает текстуру кожи, а наоборот делает ее зрительно отполированной Следующий оттенок 09 Очень многим он нравится Давайте я вам покажу сводч, потому что так не очень понятно, какой цвет На коже это приглушенный бежево-розовый цвет Он понравится тем, кто не любит яркие оттенки румян Смотрится очень сдержанно И посмотрите, какое создает сияние Прекрасное на коже, деликатное Очень часто румяна с блеском, со свечением подчеркивают сильно текстуру кожи И становятся видны все неровности на коже Но румяна от бренда Суку имеют волшебную текстуру Которая сглаживает кожу, делает ее более увлажненной, сияющей Холодный розовый оттенок номер 06 Перед этим был на экране А сейчас показываю вам свой самый любимый цвет Персиково-коралловый Оттенок номер 08 Называется он Момо Дайдай Момо это персик по-японски Надеюсь, видео передает это мягкое, прекрасное свечение Вид от полированной кожи И последний цвет, которым я пользуюсь 01 Посмотрите, какой солнечный, радостный Здесь градиенты из холодного розового в персиковый оттенок Смотря с какой стороны набирать румяна При смешании получается вот такой вот розово-коралловый цвет Тончайшие легкие кейсы с зеркальцем Также в комплекте есть кисточка Потрясающее качество Очень красивые румяна Мои фавориты из года в год Еще одни прекрасные румяна, которые я выбрала для этого видео Я ими пользовалась тоже очень часто в этом году Практически всегда, когда делала макияж Использую вот этот оттенок номер 01 Это румяна от японского бренда Канебо Текстура у них, наверное, можно ее назвать полукремовой То есть они не такие жидкие Я пользуюсь ими уже больше года Может быть, даже два года И они не высыхают Очень хорошая текстура Тоже создает эффект отполированной кожи Видите, в баночке цвет смотрелся совсем по-другому Насколько он красивый, освежающий И сейчас я вам показываю swatch Оттенок номер 02 01 подойдет для светлой кожи 02 для более загорелой Самый используемый продукт для макияжа Тушь для ресниц Фавориты прошедшего года Они не отличаются от фаворитов предыдущих лет Так как ничего лучше этих средств Для себя я не нашла На экране вы видите мой давний фаворит От японского люксового бренда Кле Дупо Вот такая здесь слегка изогнутая кисточка У меня тушь в коричневом цвете Я предпочитаю именно коричневый оттенок для макияжа Придает прекрасный объем Очень хорошо держит завивку ресниц Очень экономичная в использовании Не высыхает несколько месяцев Еще одна прекрасная тушь от бренда Супку Здесь тоненькая кисточка Ей очень удобно прокрашивать от самых оснований ресниц Также в этом бренде есть мой любимый коричневый цвет Он смотрится намного мягче Не так контрастно, как черный цвет Для дневного макияжа Этот вариант туши более яркий Получается более насыщенный, драматический вариант ресниц Не столько объем, сколько удлинение дает эта тушь И все эти варианты водостойкие Знаменитая тушь от японского бренда Сенсай 38 градусов Интересный вариант Очень стойкая тушь, с которой даже можно купаться И она не потечет Она не смывается абсолютно никакими средствами Для снятия макияжа Но зато ее можно смыть просто теплой водой Потерев немного ресницы пальцев К сожалению, в бренде Сенсай нет коричневого оттенка Поэтому этой тушью я пользуюсь редко А вот это мой самый главный фаворит Находка, которым я пользуюсь сейчас постоянно Когда заканчивается, покупаю снова и снова Это стойкая тушь, тоже японского производства Kiss Me Heroin Make Она есть и в коричневом, и в черном цвете Давайте открывать еще одну новую коробочку Покажу вам, как тушь выглядит внутри Эта тушь есть в двух вариантах Удлиняющая и объем Мне очень нравится вот этот вариант объема и подкручивания Она делает пушистые ресницы даже из трех волосинок Таких, как у меня У меня очень плохие ресницы И очень мало какие туши мне подходят Знаете, есть такие варианты достаточно жидкой текстуры туши Например, они мне сразу опускают ресницы Они становятся такие тяжелые Склеивают ресницы, в общем, совершенно не украшают А вот этот идеальный вариант для меня Она не утяжеляет ресницы Передает очень хороший объем Держит завивку ресниц, хорошо их подкручивает Не осыпается даже через несколько месяцев Когда уже начинает подсыхать Тоже экономичная Можно пользоваться несколько месяцев Очень стойкая, не размазывается, не отпечатывается Также с ней при желании можно ходить даже в сауну Или купаться в море Смывается любым хорошим гидрофильным маслом Либо специальными двухфазными средствами Для снятия макияжа с глаз Следующая категория фаворитов декоративной косметики Это консилеры От марки Decartene Нашла потрясающий консилер С очень тонким, но в то же время пигментированным покрытием Перекрывает абсолютно любые недостатки Любые покраснения на лице прыщей Я использую в уголке глаз Чтобы скрыть синеву Около носа красноту Скроет любые пигментные пятна Посмотрите, какая текстура Она очень тонкая Тушевывается и не утяжеляет кожу Но перекрывает все великолепно Существует в нескольких цветах У меня светлый 01 light Этот консилер очень стойкий Держится весь день В хорошем состоянии Не выглядит сухим Очень стойкий Плохо смывается с лица Нужно использовать гидрофильное масло Для удаления макияжа Дальше фавориты консилеров С кисточкой, которая используется для кожи вокруг глаз Можно также использовать и для всего лица Мягкая нежная текстура Удобная кисточка От японского бренда Suku И Sensai Деликатные средства С увлажняющей текстурой Хорошо перекрывают синеву под глазами Легко распределяются Растягиваются Втушевываются в кожу Не виден переход Тоже существует в нескольких цветах А это консилеры для глаз Вот с такой необычной кисточкой От японского бренда Flufushi Производится два варианта Натуральные и с плотным покрытием У меня натуральный, более легкий вариант Наносите под глаза консилер спонжем И растушевывать можно вот такой вот кисточкой Которая специально разработана для кожи под глазами Среднее натуральное тонкое покрытие Увлажняющая текстура Маслянистая Освежает кожу под глазами Скрывает недостатки И покажу вам еще одно средство Которым я пользуюсь всегда для макияжа Натурального дневного Использую каждый день Это база под макияж Которая в принципе предназначена для всего лица В желтом оттенке Марка японская Называется Kogendo База цветокоррекция Это не консилер И она не дает никакого такого покрытия Не скрывает как бы недостатки Но за счет цветокоррекции Здорово освежает кожу под глазами Также я наношу ее иногда в области носа Чтобы зрительно сгладить покраснение Как вы видите покрытие очень натуральное Нет абсолютно никакого слоя Вообще не видно, что нанесена какая-то косметика Не думаю, что это средство понравится многим Особенно если есть очень сильные синяки Например под глазами Но если таких явных проблем нет Нужно только освежить кожу под глазами То прекрасный вариант База под макияж Праймеры Вот такие три варианта У меня фаворита Сейчас активно ими пользуюсь Два праймера от бренда Cannibal Это новый праймер капельки И выпускается он в трех цветах Я вам показывала уже в видео обзоре на канале Кому интересно, посмотрите более подробно Есть белый цвет осветляющий Красный освежающий И вот такой вот черный Он у меня входит в фавориты Предназначен для придания коже Более подтянутого вида И увлажненного эффекта Посмотрите, какое красивое освещение Он придает Но в то же время здесь нет Никакого жемчужного отлива Супер натуральный увлажненный вид Эти капельки нужно подмешивать В тональную основу Две капли смешивайте с тональной основой Или можно нанести перед нанесением тона Сглаживает немного кожу Придает ей более увлажненный вид Тональная основа становится более скользящей И легче наносится И вот такой вот праймер в фаворитах Называется он Glow Праймер тоже от бренда Canebo Другая линейка В четырех вариантах они выпускаются Есть выравнивающий тон Для более жирной кожи Вот этот вариант Glow Со светоотражающими частичками Дает сияние кожи изнутри Посмотрите, какое натуральное Красивое свечение Сияние у кожи Как будто ее отполировали Нету никаких крупных частиц Очень натурально смотрится Для повседневного дневного макияжа Для более яркого эффекта Слечения кожи Иногда использую вот такой вот праймер От Paul & Jo Со светоотражающими частичками Он дает, конечно, более явное сияние Жемчужный отлив кожи Светоотражающие частички Отталкивают свет И кожа в целом смотрится Более такой гладкой Отполированной Зрительно сглаживает неровности кожи Так как сияние достаточно явное В этом праймере Его нужно совсем немного Можно подмешивать в тональную основу Далее фавориты солнцезащитных средств Праймеров с высокой степенью защиты от солнца Японские солнцезащитные средства Санскрины Самые популярные в мире Покажу вам, какие варианты Мне больше всего понравились в этом году Это люксовые и высокотехнологичные Японские бренды Канебу Гинза томата Чиеку Луна Сол И Декорте Все эти средства я использую Как базу под макияж В солнечные дни Также можно использовать, конечно, и самостоятельно Без тональной основы Просто как защиту от солнца Самая мощная защита от солнца В Японии обозначается вот так SPF 50 и PA 4+. Защита от двух видов лучей UVA и UVB Защищает кожу от фотостарения Пигментных пятен Особенно, конечно, в странах, где сильное солнце Показываю сейчас вам текстурю Канебу крем Самые мощные защиты от солнца Видите, как легко распределяется Не оставляет белизны на коже Красивое жемчужное сияние Прекрасно подходит как база под макияж Подсвечивает кожу, хорошо тональная основа ложится Это средство водостойкое Еще один вариант попробовала в этом году Очень мне понравилось Тоже SPF 50 и PA 4+, Самая мощная защита от солнца От японского бренда Гинза томата Чиеку В средство входит настоящий Японский жемчуг Самый лучший, который называется Акоя Сквалан и плацента Из дамасской розы Которая была изобретена и запатентована Брендом Гинза томат Вот такой прекрасный состав С увлажняющими компонентами И с самой мощной защитой от двух видов лучей Показываю вам текстуру При распределении белизна пропадает Видно красивый жемчужный отлив Очень мягкий, мелкий Подсвечивает кожу изнутри Тоже прекрасно на него ложится тональная основа Водостойкое средство Подойдет даже для очень жаркого лета Средство без алкоголя, без отдушек Подходит даже для чувствительной кожи Еще один вариант для солнечных дней Немного меньшая степень защиты SPF 40 и PA 3+, но это тоже достаточно высокая защита от солнца Японский люксовый бренд Lunasol Производство всей абсолютно косметики Японии Я вам показываю самые лучшие, самые известные бренды Которые производятся именно в Японии UVB лучи отвечают за загар А UVA это самые вредные лучи Которые проникают даже сквозь стекло И вызывают появление пигментных пятен Морщин, фотостарения Поэтому при выборе санскрина Нужно обращать внимание на обозначение PA Вот такой прекрасный крем Вот бренда Lunasol я вам показала Он без блеска, без сияния Можно использовать самостоятельно Так же как база под макияж подходит И еще одно средство для лица с защитой от солнца Это праймер от бренда Descartes SPF защита 30 и PA 3+. База тоже с увлажняющими компонентами Прекрасно подходит для использования в городских условиях Вот такая вот текстура Нежно-розового цвета При распределении оставляет легкое жемчужное сияние Немного выравнивает цвет кожи Сверху хорошо распределяется тональная основа Перед использованием нужно обязательно взбалтывать флакон Далее в фаворитах ушедшего года Покажу вам жидкие тональные основы Которые мне нравились больше всего Так как фавориты всего года Я вам буду показывать фавориты И для летнего макияжа, и для зимнего Летом мне очень нравятся легкие тональные основы На водной основе Например, вот такой вот прекрасный вариант От бренда RMK У меня в двух цветах 201-й Это светлый оттенок И самый темный называется Coffee Brown Я его иногда смешиваю с разными брендами тональных основ Летом, когда есть загар Чтобы сделать цвет тональной основы Более темным, подходящим под цвет кожи Посмотрите, какая текстура Очень-очень легкая Распределяется буквально одним движением Очень удобно, конечно, с утра Моментально выравнивает цвет кожи Покрытие легкое То есть таких серьезных недостатков Оно не скроет Но в целом очень хорошо выравнивает тон Скрывает небольшие покраснения Еще один очень легкий вариант Тональной основы От бренда Luna Soul Оттенок у меня светлый 01 Light Идеально подходит к моему Незагорелому цвету кожи Жидкая водная текстура Тоже прекрасно распределяется Буквально одним движением Такие тональные основы Прекрасно подойдут От нормальной до жирной кожи В любой сезон А для всех типов кожи Только в летний Когда на улице тепло И кожа так сильно не пересыхает Тоже есть защита от солнца С PF25 и PA++ Еще один вариант Который мне очень понравился Для лета Также, думаю, подойдет От нормальной до комбинированной кожи Вот такой вот жидкий флюид От бренда Descartes Для совсем белоснежек Для очень светлой кожи Нет очень светлых оттенков В этой линейке Я выбрала самый светлый Но, как видите, немного он отличается От оттенка моей кожи Это номер 351 Но при распределении Она подстраивается под кожу Как вы могли видеть на свочи И сливается с кожей Один из самых любимых вариантов От бренда Amplitude С великолепной текстурой Обязательно встряхивать Перед нанесением Давайте покажу вам текстуру Мне кажется, даже камера Ее может передать Насколько она гладкая Тоже очень легко распределяется Делает кожу напитанной Гладкой, ровной Среднее покрытие Чуть больше, чем в предыдущих Тональных основах Хорошо скрывает недостатки Пигментные пятна Можно наслаивать Сейчас специально не стала Обрезать видео Видите, какая скорость растушевывания Буквально 3 секунды И тональная основа Сливается с кожей Делаю ее более красивой У меня оттенок номер 10 По ощущениям, тональная основа Не слишком водная Подойдет для всех типов кожи И на любой сезон А это новый вариант От бренда Canebo Попробовала его первый раз В этом году Стеклянный флакон С градиентом Написано СПФ защита 27 ПИА 2 плюсика И цвет указан по-японски Ухра Би Я пробовала много Разных тональных основ В бренде Canebo И вот этот вот оттенок Ухра Би Он у них повторяется Мне идеально подходит Посмотрите Он такой нейтральный Для светлой кожи Но не слишком светлый Выбеливающий И у него нет Ни желтого потона Ни розового Очень хорошая текстура Покрытие среднее Как вы видите Хорошо достаточно перекрывает Покоростение Пигментные пятна Выравнивает тон В течение дня Тоже носится очень комфортно Универсальный вариант Для всех сезонов подойдет А сейчас покажу вам Три варианта Кремовых тональных основ Которые мне нравятся Больше всего Бренды Суку Сенсай И Канебо Это одни из самых-самых Известных брендов В Японии Вот такая вот Тональная кремовая основа От Канебо Из премиальной Антивозрастной линейки Оценок у меня тоже называется Охар Би Питательная текстура Но не жирная Покрытие от среднего До плотного Скроет любые абсолютно Пигментные пятна Недостатки Хорошо очень держится И смотрится на коже Много часов При достаточно плотном покрытии Не ощущается на лице Еще один очень хороший вариант Кремовой тональной основы Которую я просто обожаю От японского бренда Сенсай Вот такой у меня номер оттенка Он самый-самый светлый Эта тональная основа Прекрасно подходит Для антивозрастного макияжа Очень красиво лежит на коже Делает ее гладкой Такой напитанной Покрытие среднее На коже ощущается очень легко Дополнительно с ухаживающими компонентами Прекрасно подойдет Даже для сухой кожи А эта тональная основа Одна из моих самых любимых Показывала вам во многих Многих видеофаворитах И сейчас она полностью обновилась Вышла новая линейка Я, к сожалению, ее еще не пробовала Но я надеюсь, что она будет, конечно, лучше Чем эта тональная основа Хотя уже куда лучше Такое великолепное качество Она у меня уже закончилась практически Видите, я вам показывала пустую баночку Под этим видео внизу Я оставлю ссылку На новую тональную основу Кремовую Посмотрите А я буду пробовать новинку Уже в этом году Я обязательно поделюсь с вами впечатлениями А сейчас рассыпчатые пудры Для лица Посмотрите, какая прелесть Какая красивая упаковка В прошедшем 2020 году Чаще всего пользовалась Вот этой пудрой Оттенок номер 00 Светлый Это пудра Вуаль Для закрепления макияжа Пудры очень хорошего качества Очень мелкие В зависимости от оттенка Есть цвета с блеском С легким Например, вот этот вот Светлый 00 Это оттенок с мельчайшими Светоотражающими частичками Светлого и нежно-розового цвета Освежает кожу Придаёт ей лёгкое жемчужное сияние Светоотражающие частички Очень мелкие На дневном свете не видны Можно рассмотреть их Только на электрическом ярком освещении Оттенок номер 12 Абсолютно матовый Делает кожу очень гладкой Сглаживает неровности и поры И номер 30 Более тёмный цвет С блеском С мерцающими Светоотражающими частичками Ещё одна рассыпчатая пудра Это транспарантная пудра От бренда Sensai Прекрасно матирует кожу Но в то же время Есть мельчайшие Светоотражающие частички Которые делают её Более гладкой Зрительно красивой Пудра очень мелкая Она в одном оттенке При распределении Никакого цвета не даёт Лёгкая вуаль Далее не могу вам не показать Свою мини коллекцию Вот эту красоту Которая производится в Японии Это пудры для лица Линейка называется Milano Collection Производит их бренд Canebo Один раз в год Под Рождество Выходят лимитированными коллекциями Вот такие пудры Варианты на которых написано JR Это более люксовый вариант Во все пудры входят Увлажняющие компоненты Гиалуроновая кислота Пчелиное маточное молочко И в люксовые варианты JR Входят дополнительные Увлажняющие эссенции Вот такая вот красота Пудры с ангелами Сейчас я вам показала Новый вариант 2021 года Который вышел совсем недавно Коллекционные пудры Milano Collection Выходят лимитированным тиражом Уже с 1991 года Вот эта пудра предыдущего года 2020 Тоже была очень красивая Посмотрите, внутри как мозаика Золотой ажур Пудра только в одном оттенке В светлом При нанесении она никакого покрытия не дает То есть это такая же пудра Как и рассыпчатая Очень мелкого помола Пудра вуаль Которая наносится поверх макияжа Чтобы сматировать кожу Закрепить макияж Это пудреница 2015 года Самая старая в моей коллекции Посмотрите, ангел уже на ней стерся, конечно Еще у меня есть 2019 года И 2018 Собралась такая небольшая коллекция И теперь каждый год Жду выход новых пудр Milano Collection От канеба В этом году вот такая вот красота Тоже в виде мозаики Ажур золотой Два ангела читают книгу Многие в комментариях пишут Что очень жалко начинать пользоваться этими пудрами Нарушать красоту тиснения вот этих вот ангелов На этот случай в продаже есть варианты пудра С дополнительными рефилами Можно одной пользоваться А вторую оставить для коллекции Покажу вам еще другие варианты красивых пудр Которые производятся в Японии Вот такая пудра от Shisei Примерно 5 лет назад стали выходить тоже лимитированным тиражом Новинки всегда выходят летом При нанесении, как вы видите, тоже абсолютно прозрачная пудра Эти пудры-снежинки с отбеливающими компонентами Еще лимитированный, очень дорогой, красивый вариант Выпускает бренд Descartes У меня только две пудры К сожалению, этого года пудры у меня нет Новой дизайнер Марсель Вандерс Пудреницу очень тяжелые Очень красиво сделаны, качественно Как произведение искусства В принципе, по форме они подходят для ношения в сумочке Но пудреница достаточно увесистая Сама пудра тоже мельчайшего помола Матирует кожу, она без светоотражающих частиц Зрительно делает кожу более гладкой Вот такого светлого цвета Но при распределении практически оттенка нет Легкая вуаль Покажу вам идеальный вариант для сумочки Посмотрите, какой тонкий, красивый лаковый кейс От бренда Суку Вот такая вот пудра Она сейчас продается только в двух цветах У меня оттенок номер 02 с легким сиянием Цвет номер 01 будет матирующим Пудра тоже не имеет покрытия Рекомендуется наносить ее, конечно, на тональную основу Чтобы поправить макияж в течение дня В комплекте входит вот такая вот кисточка Удобный, легкий, очень тонкий, стильный кейс Полностью раскладывается с большим зеркалом Фавориты палетки теней для глаз Догадайтесь, что мне нравилось больше всего Так же, как и в прошлом году Так же, как и в позапрошлом году Самые лучшие палетки от японского бренда Суку Они у меня самые любимые Сейчас я достала три самых-самых любимых цвета Я знаю, что очень много поклонников у этих теней Мои подписчики очень любят тоже эту марку Хочу вас разочаровать и обрадовать Одновременно эти палетки снимают с производства И сейчас уже выходят новые палетки Надеюсь, что они будут еще лучше Возможно, текстура останется такой же Посмотрите, я сделаю свотчи теней в оценке номер 12 Очень люблю сейчас вот этот цвет Часто пользуюсь Тени очень мягкие, как пыльца Набираются, можно сказать, еще до того, как вы прикоснулись к ним пальцам На веко передаются тоже так же ярко Посмотрите, какие насыщенные оттенки Они гладкие, очень ровно наносятся, без пробелов Растушевываются элементарно Можно растушевать даже пальцем Время на макияж не занимает Вот такое вот легкое сатиновое свечение у них Зрительно делает веко как бы более увлажненным И очень здорово сглаживает текстуру кожи Для антивозрастного макияжа также прекрасный вариант Сглаживает морщинки, делает кожу на веки более увлажненной Зрительно вот такие вот прекрасные цвета Но, к сожалению, это последнее видео, в котором я вам показываю эти палетки Надеюсь, что скоро смогу попробовать новинки Показываю я вам оттенки номер 01 Очень базовый для базового макияжа 02 посередине и 12 Еще мне очень нравятся палетки теней от Lunasol Их так много, много разных линеек Текстуры разные, даже в одной линейке, в зависимости от оттенка Могут быть и блестящие тени, и матовые Вот такая базовая палетка из линейки Lunasol Skin Modeling Eyes Оттенок номер 01 Она очень популярная в Японии для обычного дневного макияжа Здесь не очень яркие тени Три оттенка с легким сатиновым блеском И один с мелким шиммером с мелкими блесточками Посмотрите вот на эту вот нежность с цветком Правда, цветок у меня уже практически стерся Я тоже достаточно часто пользовалась для дневного макияжа Тоже не яркие тени, но есть и темный оттенок Который можно, в принципе, добавить всегда Очень нежные, красивые цвета Это достаточно новая линейка В бренде Lunasol много в ней цветов У меня оттенок номер 09 Давайте покажу вам качество тени Мне тоже очень понравилась вот эта вот линейка Тени по текстуре абсолютно не тальковые, не сухие Они немного даже как будто кремовые Посмотрите, как ярко набираются И передаются очень хорошо на веке Абсолютно не осыпаются Хорошая стойкость у них Я сейчас постоянно пользуюсь этой палеткой Особенно мне нравится верхний левый оттенок Неяркий средний тауп Очень хорошо подчеркивает глаза Коричневый насыщенный для смоки айс Для стрелки прекрасно подходит Красный очень интересный Кстати, в видео на глазах Сегодня у меня именно вот эта палетка от Lunasol Покажу вам еще свои любимые кремовые тени Они от бренда Decarte У меня несколько цветов Все они очень хорошие по качеству По оттенку мне больше всего нравится вот такой вот 385 номер Прекрасно подходит как база под макияж Либо просто для обычного дневного макияжа Тени очень мягкие и гладкие Быстро растушевываются Можно макияж делать просто пальцем Растушевать их в мягкую дымку Оттенок с легким свечением Немного есть мелкие такие блестки в нем Даже не блестки, а мелкий шиммер Скорее немного они переливаются Удобные в использовании Долго не высыхают И вот такой вот красивый цвет Тауп немного в розовый Не скатываются Века смотрится более увлажненным, гладким Красивый очень оттенок повседневный А это новинка, которую я буду скоро пробовать Этой весной вышли вот такие вот красивые палетки В бренде Sensei Пишите в комментариях, кто уже успел попробовать Я открываю сейчас первый раз при вас Посмотрите какая красивая палетка, тоже тонкая Полностью раскладывается, кисточки есть И цветовая гамма такая приятная Это оттенок номер 03 Буду пробовать, расскажу вам в других видео А теперь о помаде С масками я думала я уже забуду это слово Помада Ну в общем это единственная помада масла тинт Которую можно спокойно носить вместе с маской Которую у меня есть в коллекции Это очень популярная помада в Японии Называется Opera Очень увлажняющая питательная текстура Масляная, с ухаживающими компонентами Давайте расскажу подробнее о ней Наносим дома и ходим какое-то время Она очень масляная и прекрасно увлажняет губы Это помада тинт масла от бренда Opera Очень популярная в Японии Через какое-то время вы просто промакиваете салфеткой Либо она впитывается Если вы будете ходить, например, в течение часа, скажем То вот этот вот глянец, блеск пропадет И на губах останется красивый оттенок тинта И просто вот таким вот образом Ставите поцелуйчик на салфетке Промакиваете И видите, остается вот такой вот достаточно яркий, насыщенный цвет Вот этот вот тинт, оставшийся на губах Он уже не будет оставлять отпечаток на маске Если накрасить второй раз То со второго раза останется еще более яркий цвет Вот такую вот помаду рекомендую для Corona Make Такой красивый коралловый оттенок Сейчас эти помады тоже обновились Новая линейка, внизу под видео оставлю вам ссылку на новинку Хорошее средство и губы увлажняет И оттенок вот такой красивый остается Который не отпечатывается на масках Раз уже речь зашла о масках Давайте покажу вам ее подробнее Это самая лучшая маска Маска-респиратор с мощнейшей защитой N95 Марка японская, называется вот так вот Airplot Это многоразовая маска За запатентованными японскими технологиями С титановым и платиновым покрытием Разрушает и разлагает попавший на нее вирус Это запатентованное покрытие защищает от загрязнений В Японии оно используется не только для масок Например, в школах, в больницах тоже используют это покрытие Много раз протестировано Есть официальные документы Подтверждение эффективности Покрытие тестировалось не только в Японии Но и за границей Даже в нашем российском центре Вектор Где есть возможность протестировать На большом количестве различных вирусов И за счет этого покрытия Маска считается многоразовой И как бы так сказать самоочищающейся Придя домой ее нужно вывесить на солнце И носить много раз Из коробки я потом стала пробовать Японские маски, конечно, очень хорошие Еще какие-то покупала маски Тоже слишком ткань плотная была Как бумага такая неприятная Царапала даже лицо тоже не смогла носить Японские, конечно, есть очень хорошие мягкие маски Даже мягче и комфортнее, чем вот это вот Airplot Но защита у них будет обычная Маски категории N95 Они, конечно, другие Здесь другая совсем защита И форма другая, более плотная Они к лицу прилегают В Японии ситуация с коронавирусом была не очень плохая Но сейчас началась уже третья волна Поэтому сейчас вместе с большим скоплением людей Я уже ношу тоже вот эту вот маску N95 Airplot Покупая маски, даже самые лучшие японского производства Проверяйте обязательно, антивирусные ли они Потому что бывают маски только рассчитанные, например, на бактерии или на аллергию И покажу вам еще раз антивирусные салфетки для рук Тоже, так сказать, фаворит всего года А что делать? Хотя, знаете, они такие приятные И ткань, и ароматы Что я буду ими пользоваться Даже когда у нас закончатся все эти проблемы С этими вирусами, с коронавирусом Запатентованные тоже японские технологии Протестированы Убивают 99,9% бактерий и вирусов Протестированы они на вирусах гриппа Натуральные эфирные масла Очень нежно, приятно пахнут И ткань очень мягкая, приятная Давайте откроем, посмотрим Одну, это даже не салфетка А можно сказать, целое полотенце Вот такое вот большое Я использую всегда, когда выхожу на улицу Особенно перед едой Если захожу в какой-нибудь кафе, например Или после того, когда бываю в общественных местах Чтобы грязными руками не трогать лицо Удобно очень носить с собой сумочки Вот такие большие влажные салфетки По-японски называются осибори В Японии очень серьезное здравоохранение И производители вот таких вот различных БАДов Масок, например, не могут написать на упаковке Что эти средства действуют Или что они антивирусные Без определенных тестов Проверки проходят на государственном уровне Это были все мои фавориты Прошедшего 2020 года На этом, в принципе, я могу закончить видео Но давайте немного помечтаем Покажу вам красивые помады Которыми мы с вами сможем красить губы Только после того, как снимем маски Очень приятная, конечно, текстура Японская, я так по ним скучаю Иногда увлажняющими вариантами Крашусь даже дома Сейчас вы видите шикарные помады От японского бренда Descartes Две линейки с матовым колпачком Более матовая и насыщенная текстура Оттенок называется бежевый 801, очень красивый Помада очень скользящая Делает гладкими, ровными губы Скрывает даже мелкие морщинки А вот это вот уже другая линейка Более увлажняющих помад Ухаживающие помады бальзама Цвет тоже называется бежевый 857 Такая приятная, гладкая текстура Очень здорово увлажняет губы Как бальзамы для губ Практически запаха никакого не имеет И последний цвет 854 Очень нежный, приглушенный розовый Им я часто пользуюсь даже дома Для увлажнения губ Вот такая красота Вообще в бренде Descartes Очень много красивых оттенков помад Особенно вот таких вот нюдовых нежных цветов Есть конечно и яркие Далее помады от японского бренда Суку Какая красота Тоже очень их люблю Они делают такими напитанными и гладкими губы Прекрасно увлажняют их Лучше даже некоторых бальзамов Первый оттенок, который я нанесла 02 И второй 03 Цвет Они немного похожи 03 чуть более персиковые А 02 более холодные Волшебная текстура При такой вот увлажняющей текстуре Они абсолютно не текут Здорово увлажняют Но не слишком маслянистые Немного как будто гелевые Немного упругая такая текстура Новинка этого года От японского бренда Lunasol Тестировала пока тоже только дома У меня несколько цветов Потом покажу вам обязательно Более подробно 03 оттенок Посмотрите тоже какая гладкая Увлажняющая текстура Тоже вот такие вот помады Бальзамы Без запаха, без вкуса Очень комфортные Не текут Глянцевое полупрозрачное покрытие Помады от Sensei Обычно в видео о фаворитах косметики Я стараюсь не показывать Лимитированные коллекции Но вот эту красоту Не могу не показать Посмотрите какие красивые Переливающиеся помады Это лимитированная коллекция Цвет номер 02 и 03 Мерцающие помады С золотом и шелком Если вам понравятся Надеюсь вы еще успеете Их приобрести Бренд Sensei Представлен очень широко В европейских странах В России И мой любимый оттенок Из постоянной линейки Номер 14 Вот такой вот светлый Нюдовый Достаточно плотная помада Но легко ощущается на губах Посмотрите какой насыщенный цвет Гладко ровно ложится Хорошо держится Вот такие вот люксовые Японские помады Конечно качество просто великолепное Мне нравится что помады Либо без запаха Либо с очень легкой Приятной отдушкой Всегда в японских брендах Это самая шикарная линейка Sensei Называется The Lipsting Все помады упакованы в бархатный чехол А это очень симпатичный оттенок помады От бренда Canebo Покажу вам его тоже 152 номер у него Но вы уже поняли Какие мне цвета нравятся Какие оттенки я больше всего предпочитаю Для повседневного дневного макияжа Мне нравятся бежевые, нюдовые цвета С легким налетом розового И больше всего люблю Вот такие вот приглушенные Бежево-коралловые оттенки Классическая кремовая текстура Качество помады великолепно Она без запаха, без задушки Без какого-либо вкуса Вот такой очень симпатичный блеск Для губ тоже часто им пользуюсь Даже сейчас дома Для увлажнения губ Это блеск для губ С ухаживающими компонентами С шелком Кои Шимару Можно наносить как на помаду Так и просто самостоятельно Прозрачный, очень глянцевый оттенок С мельчайшим искрящимся шиммером Нелипкий, тоже без запаха Прекрасно ухаживает за губами Предотвращает сухость, шелушение Покажу вам еще новинки от бренда Луна Сол Посмотрите, какие красивые вышли блески Для губ У меня три оттенка Оранжевый с мелким шиммером Вот такая фуксия 0,4 цвет тоже с шиммером И 0,2 розовый без блеска Без блесток, без шиммера Покажу вам блеск в цвете номер 0,2 Приглушенный розовый Покупая такие люксовые средства От японских брендов Вы получаете не только красивый цвет Но и великолепное качество Например, в этот блеск входит увлажняющий компонент И гиалуроновая кислота Специальный комплекс для сохранения влаги Различные масла И миндаль, и авокадо Оливковое, виноградные косточки Масло шиповника и сквалан Вот такой великолепный состав Сейчас я вам показываю блески Которые мне тоже очень понравились От японского бренда RMK Конечно, такие блески, помимо декоративных свойств Имеют великолепное увлажняющее действие Как очень хорошие бальзамы для губ В марке RMK более насыщенные оттенки Как такая глянцевая помада Мне очень нравится вот этот приглушенный розовый оттенок Номер 03 В составе также увлажняющие масла Шиповника, масло ши Очень комфортная текстура Нелипкие блески Красивые, конечно, оттенки Еще один светло-бежевый цвет Который я использую Это номер 11 Учитывайте, что при нанесении на губы Цвета будут казаться более светлыми И этот оттенок немного выбеливающий Смотрится на губах Но мне нравятся такие оттенки Особенно с ярким макияжем глаз Либо я его часто использовала На более яркую помаду Чтобы приглушить цвет Великолепные блески И упаковка И спонжик очень хороший Текстура гладкая Мягкая Нелипкая И в конце этого видео Покажу вам очень хорошие лайнеры Для бровей С тонкой кисточкой От японского бренда Сукку Оттенок у меня номер 03 Это светлый цвет Посмотрите, какая тончайшая кисточка Ей очень удобно рисовать волоски Можно сделать брови шире Дорисовать недостающие волоски Этот лайнер очень стойкий Держится весь день Можно даже купаться на море Тереть брови И они не сотрутся И еще один лайнер с тонкой кисточкой Который я тоже использую для бровей Он предназначен, в принципе, для глаз И можно дорисовать, например, уголки глаз Как показано на картинке Дорисовать складку века Называется он Double Line Expert От бренда Kate Tokyo Давайте я вам покажу оттенок Он очень-очень сверлый, бежевый И по оттенку он мне очень хорошо подходит Также для бровей Он чуть светлее, чем лайнер для бровей В оттенке 03 от бренда Сукку И если его использовать для бровей То хорошо подойдет для блондинок Для мягких блондинок Не для контрастного типа У кого достаточно светлые брови Вот такая прекрасная находка Пользуюсь сейчас постоянно для бровей И также как лайнер для глаз Для дневного макияжа Когда хочу сделать совсем мягкий нюдовый эффект Без ярких контрастных стрелок И покажу вам еще один классический лайнер для глаз У меня в темно-коричневом оттенке Также продается, конечно, черный Здесь очень хорошая тонкая кисточка Посмотрите Удобно ей рисовать стрелки Хорошо держится весь день Отличное качество Цвет красивый, очень экономичный Долго не высыхает И последний фаворит, который я вам покажу в этом видео Это классический карандаш для глаз Мой однозначный фаворит от бренда Сукку В оттенке 04 у меня он сейчас темно-коричневый Очень ровно, гладко наносится Можно им рисовать стрелки Растушевывать их спонжиком Который находится с другой стороны карандашика Также наносить между ресниц Заполнять пространство Прямо на водной линии Карандаш имеет очень хорошую стойкость Он водостойкий Абсолютно не течет Не отпечатывается Не затекает в уголки Глаз очень хорошо держится На этом я заканчиваю видео Это все мои фавориты Японской люксовой косметики За весь 2020 год Для тех, кто выбирает косметику Надеюсь, я помогла с выбором На японские бренды, которые не представлены за границей Внизу под этим видео В инфобоксе я оставлю ссылки На магазин с международной доставкой Сейчас, правда, в связи со сложившейся ситуацией в мире Доставка есть не во все страны Проверяйте информацию Вот такое вот видео получилось Пишите в комментариях Что вам нравилось в ушедшем году Чем вы пользовались Часто ли вы пользовались декоративной косметикой Или практически не красились Надеюсь, вам видео понравилось А я с вами на этом прощаюсь Всем до свидания из Токио